Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковей, на сегодня 24 мая, это Радио НВ, начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. Сегодня три месяца войны, три месяца, скажем так, активной, наиболее активной фазы боевых действий, которые развязала Российская Федерация против Украины 24 февраля, и, возможно, есть смысл подвести некоторые итоги. Ну, во-первых, конечно, главное надо сказать, что Россия не добилась ни одной из поставленных перед собой целей, она не захватила ни Харьков, ни Киев, ни Одессу, это такие стратегические варианты, она не смогла установить полного контроля даже над Луганской или Донецкой областями. Единственное, что можно сказать, конечно, это, чем могут похвастаться россияне, это, наверное, захват Херсона и установление контроля над Мариуполем, но и тот, и другой город, при всем, конечно, уважения, это и не Одесса, и не Киев, и даже не Донбасс целиком. Ну, то есть, это, конечно, такие достаточно локальные успехи, учитывая то, что Россия собиралась за три дня быть уже в Киеве, конечно, вот этот захват Херсона и захват Мариуполя спустя три месяца боев, это не самое большое достижение. Но важно, что, важно в этом смысле отметить вот что, сопротивление российской армии со стороны армии украинской и украинского народа становится все более серьезным, и глядя на то, какое сопротивление сейчас украинцы оказывают российскому вторжению, весь остальной мир стал более активно помогать Украине. С самого начала войны, конечно, страны Запада, как рассказывают украинские чиновники, западные представители смотрели на них, как на раковых больных в последней стадии, что типа, ребятки, вы обречены, мы не можем вам ничем помочь, можем только, так сказать, добрым словом подбодрить и все. Но, глядя на то, что украинская армия не сдалась, что Киев не захвачен, Харьков не захвачен, Одесса свободна, страны Запада сначала стали передавать Украине оружие такого, скажем, партизанского действия, это вот эти джавелины, НЛО, противотанковые комплексы, стингеры, противовоздушные комплексы, стрелковое оружие, пистолеты, пулеметы, автоматы. Ну, а со временем, глядя на то, что, опять же, сопротивление становится все более и более серьезным, Украина стала получать некоторые образцы тяжелых вооружений, и для того, чтобы организовать эту помощь, сделать ее максимально эффективной, целый ряд стран Запада, не только Запада, там и восточные страны, есть более 40 государств, создали целый специальный орган, международный орган, который, собственно, занимается тем, что выясняет, какая помощь необходима Украине военная и организовывает эту помощь. Месяц назад вот эти представители более чем 40 стран собирались на авиабазе американской в городе Рамштайн, то есть на авиабазе Рамштайн в Германии, тогда была первая встреча, и вот вчера состоялась вторая встреча, опять же, почти 50 стран в ней принимали участие, и обсуждали, все там же в Рамштайне, они уже обсуждали все тот же вопрос поставки оружия. И вы знаете, некоторые движения, продвижения в этом направлении есть. Ну, во-первых, концептуальное продвижение какое? То есть в самом начале войны мало кто верил в то, что Украина вообще сможет рассчитывать на получение гаубиц или танков, или самолетов, или ракет каких-то серьезных. Все думали, что, ну, в лучшем случае еще несколько там тысяч противотанковых комплексов НЛО или Джувелин получит Украина, и все, потому что, ну, блин, Украине были почти все уверены, украинская армия через некоторое время придется переформатировать саму себя в армию партизанскую, сражающуюся против оккупации, а не против другой армии, как, ну, армия на армию. Однако, благодаря тому, что фронт не распался, украинская армия сохранила управляемость, ей действительно нужны требуются более тяжелые виды оружия. И, в общем, вот эта вот конференция в Рамштайне признана решить эту проблему. То есть для того, чтобы удовлетворить потребность украинской армии, о которой об этой потребности даже никто не думал, сейчас даже международное сообщество создает целые специальные институты. И вот эти институты, к счастью, начали работать. Вот вчера нам стало известно, что Украина получит вертолеты, ударные вертолеты, танки, боевые машины пехоты, ремонт всего этого добра, а также артиллерию, боеприпасы, стрелковое оружие, противотанковые комплексы и много чего еще. Все, естественно, не называется. Многие, я так понимаю, что из этих пунктов секретные. В принципе, очень-очень неплохо. Украинские официальные лица были довольны тем, итогами этой конференции. Например, Алексей Резников, министр обороны Украины, сказал, что все замечательно. Конечно, можно было бы и лучше, но, в общем, он доволен, высказал свое удовлетворение по поводу итогов этой конференции. При этом, надо сказать, министр обороны США Лоид Востин там не стал прямо говорить, что мы вам не будем супер крутое оружие поставлять. Ну, посмотрим, разберемся. В общем, я надеюсь, что что-то еще будет такое сверх того, о чем нам объявили. Нет, к сожалению, точных данных о передаче Украине, например, реактивных систем залпового огня, таких как Хаймарс или М270. Нет данных о передаче Украине комплексов, стратегических комплексов ПВО Патриот и авиации. Про авиацию тоже ничего не было сказано, кроме вертолетов. На самом деле, вот эти три позиции очень нужны, может быть, даже наиболее сильно нужны сейчас Украине для организации возможности противостояния российской авиации. Потому что российскую авиацию можно с помощью дальнобойных систем залпового огня громить на аэродромах. Это был бы один вариант. Либо с помощью Патриотов систем ПВО в воздухе, либо с помощью других самолетов, самолетов американских тоже в воздухе. Воздух это, конечно, главная беда, главная неприятность украинской армии. И отсутствие контроля над воздухом Украины мешает очень сильно воевать украинцам. Но об этом пока ничего, к сожалению, не сказано. Будем надеяться, что, может быть, это все в реальности есть. Но об этом просто не говорят, чтобы не предупреждать противника о том, что вот появятся такие виды оружия. Я на это очень надеюсь. На самом деле, конечно, было бы логично, даже если бы американцы решили поставлять все перечисленные мной вот эти крутые системы вооружения противовоздушные Украине. Там, самолеты или Патриоты или Хаймарсы вот эти. Хотя Хаймарсы, это, конечно, не ПВО-средство, но его можно использовать как ПВО для уничтожения самолетов и вертолетов на аэродромах. Так вот, если бы все это стало поступать, то, я думаю, нам не стали бы говорить. Ну, по крайней мере, сразу не стали бы говорить. Сказали бы потом, попозже, как-нибудь, как при случае. А в самом начале не дали бы повода россиянам готовиться к встрече всего этого оружия. Потому что, я думаю, это, конечно, было бы все очень секретно. Поэтому какая-то никакая надежда на то, что эти виды оружия будут поставлены, все-таки есть. Хотя она и не очень большая. Отдельно хочу сказать несколько слов о Германии. Правительство этой страны, на самом деле, не перестает разочаровывать. Вот, несмотря на то, что конференция шла в Германии, уже несколько случаев было таких, что правительство Германии или немецкие компании говорили, мы можем поставить в Украину то-то и то-то. Ну, например, шла речь о боевых машинах пехоты, Марда. Компания Рейнметал, которая их использовала, Райнметал, которая их производит, говорит, да, мы можем отремонтировать, поставить. Правительство Германии не дает разрешения. Гаубицы, Панцерхалпицер 2000, тоже замечательные гаубицы, тоже шла речь о том, что они есть. Они прямо сейчас не нужны, и, в принципе, их можно отправить в Украину, но нет, правительство Германии зарубило эту отправку. Этих штук тоже нет теперь. Зенитки Гепард, помните, где-то месяц назад, наверное, о них говорили. Это такие тоже типа БМП штуки, это аналоги российской шилки, наверное, да, по бокам. Там это типа танковая основа, по бокам на башенке небольшой прикреплены два зенитных пулемета, плюс какие-то там ракеты небольшого радиосредействия противовоздушных. Вот эта система, она, в принципе, небольшая, она мобильная, она очень хорошая, нужная была бы сейчас Украине прямо сильно-сильная. И тоже речь шла о том, что несколько десятков этих штук Германия, в общем, может в любой момент отправить. Опять же, правительство Германии не дало осуществить эту поставку. Почему не дало? Не знаю, не дает и все. Вот говорят, в июле, говорят, давайте вы проходите обучение, в июле, может быть, мы вам штук 10 отправим. Почему так мало? Почему только в июле? В чем дело? Господи, научиться стрелять из этой фигни никакого труда не составляет. Но нет, почему-то немцы тянут, тянут, тянут. Видимо, ждут, пока не случится какое-то реально поражение большой украинской армии на Донбассе. Я не знаю, чего они ждут, на что они надеются, но у меня такое ощущение, что хотят чего-то плохого. Потому что, помните, еще была история с танками «Леопард». Эти танки «Леопард-1» сняты с вооружения немецкой армии. Они хранятся на складах. Почему их не отправить? Украина тоже шла речь о том, что до 100 этих танков могут быть отправлены в Украину. Ни одного не отправили. Хотя все, опять же, готово для их отправки. У меня, честно говоря, мое личное чувство, персональное, о том, что правительство Германии на самом-то деле поддерживает Владимира Путина. Ну, просто оно боится об этом открыто сказать. И поэтому, ну, потому что это не модно, это сейчас не поймут в мире и так далее. Поэтому правительство Германии время от времени делает заявление о том, что мы готовы помочь Украине, там, гепардами или леопардами, или мардерами, или панцерхаубицерами, или чем-то еще. И когда люди такие, ну, так давайте, помогайте, ура, Германия, как бы, наконец-то процесс пошел, ура, Германия соглашается чем-то помочь Украине. Ну, когда дело доходит до дела, Германия такая, оп, а мы не можем, сломано, или вы не умеете, или отправка не получается, или что-то еще, деталей не хватает. Какую-то фигню выдумывают. Абсолютно гнилые отмазки, на которые просто невозможно всерьез смотреть. Ну, это вот, знаете, как собака съела домашнее задание в школе, да, вот говорили ученики, вот из этой же серии. Ну, абсолютно несерьезный разговор. И, к сожалению, Германия постоянно, постоянно вот что-то такое, не Германия, правительство Германии правильно здесь отмечает. Почему? Потому что 75% обычных немцев, немецких избирателей, они вообще-то за Украину, они, более того, они все выступают за то, чтобы как можно более серьезную поддержку оказывать украинским вооруженным силам. То есть, обычные немцы, они хотят помочь Украине, но правительство Германии ведет себя как, ну, прям, не знаю, даже приличных слов нет для этого. Помогают, конечно, какие-то символические поставки идут из Германии, каких-то мелочей, потому что, ну, совсем ничего не делать было бы уж совсем странно с точки зрения мирового сообщества, да, которое смотрит на немцев. Но абсолютно неадекватная помощь, абсолютно неадекватная, по крайней мере, той роли, на которую претендует Германия в современном мире. Я, вообще говоря, очень сильно надеюсь, что сейчас господин Шольц, немецкий канцлер, и вся вот эта его команда помощников Владимира Путина из социал-демократической партии пролетят как фанера над Берлином на всех ближайших выборах, на всех последующих выборах. Потому что были выборны так давно в земле Северная Рейн-Вестфалия, по-моему, и они там проиграли с большим счетом. Почему проиграли? Вот как раз потому, что они не готовы оказывать помощь Украине в соответствующих объемах и масштабах, и говорят, что, ну, просто ничего не делают, да. А победили на этих выборах, кстати, христианские демократы и зеленые, которые, наоборот, выступают за всестороннюю помощь Украине. То есть, у меня большая надежда в этом смысле на демократию, то, что немецкие избиратели, которые на самом деле полностью находятся, полностью на стороне Украины, и вот это, опять же, еще раз важно, народ за нас. Правительство почему-то дурака валяет. Омерзительно иногда смотреть на вот этих вот людей из социал-демократов и их поведение. Лучше бы они, знаете, иногда, ну раз думаешь, лучше бы честно сказать, не дадим вам ничего, все, отстаньте. Вот хотя бы не давали ложные надежды. Не дадим, но не сейчас, или дадим, но не все, или потом, частями, а может быть, а у нас все поменялось, отменилось и так далее. Фу, нехорошо. И при этом же, да, при этом, тем временем, Германия отправляет, перечисляет в Россию сотни миллионов, миллиардов долларов, евро за нефть и газ, которые Россия поставляет в Германию каждый день, каждый месяц, каждую неделю. На фоне того, помощи, оказанной Украине, да, ну это просто какая-то гора и муха. Вот то, что немцы отправляют в Россию, сколько денег и сколько в Украину. В сухом остатке получается, что Берлин сейчас официально заливает просто Путина деньгами, поддерживает его режим и, по сути дела, показывает средний палец Украине. Разговоры при этом, конечно, такие очень духоподъемные, что мы полностью поддерживаем демократию, территориальную целостность Украины, все что угодно. Но действия прямо противоположны. Германия фактически, по факту, да, своими деньгами, гигантскими суммами, по сути, помогает России вести войну против Украины. Ну и давайте Германию хватит ругать. Еще раз, правда, хочу подчеркнуть, я ругаю не Германию, как государство, нынешнее правительство мне не нравится, как себя ведет. Германия и немцы замечательные люди, замечательная страна ведут себя правильно. О хорошем хочу сказать. Пример Новой Зеландии, казалось бы, где Новой Зеландия, да, Джасинда Арден, она объявила, что 30 новозеландских артиллеристов отправлены в Соединенное Королевство, то есть Великобританию, где они будут обучать 230 своих украинских коллег, то есть украинских артиллеристов на каком-то там из местных полигонов, использовать гаубицы, которые называются Л-119. Это не большие гаубицы, это не 155-миллиметровые гаубицы, вот такие, как, например, М777, помните, да, американские вот эти титановые гаубицы, которые в больших количествах используются на фронте. Эти гаубицы, о которых ведет речь Джасинда Ардена, они меньше, они всего лишь, у них калибр 105 миллиметров, то есть в полтора раза меньше, но зато они гораздо легче, они гораздо более скорострельные и они даже более точные. При этом бьют они все равно довольно далеко, они бьют на от 10 до 20 километров, могут залупить вот этими своими снарядами. То есть это, в общем, очень-очень хорошее оружие, очень мобильное, высокомобильное, быстрое, скоростное и так далее. И гаубицы еще эти новые, они на самом деле были созданы уже в 21 веке, то есть разработаны и произведены. Обычные гаубицы, ну такое оружие, оно как бы классическое и они стареют, там есть гаубицы Д-30 советские, да, так они используют, и будут там под 80 лет, и они все одни и те же. Вот эти гаубицы совсем новенькие, 21 века, так сказать, изготовления и создания, и поэтому я надеюсь, что они будут хорошо использовать. Эти гаубицы есть на вооружении у Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, и вроде как они готовы ими поделиться. Несколько десятков этих маленьких, но очень хороших гаубиц в Украину собираются отправить. Вот вам, пожалуйста, новая, блин, Зеландия, где она расположена, да, казалось бы, Новая Зеландия вообще имеет полное право сказать, нам все пофигу, потому что мы вообще, можно сказать, на другой планете живем. Но нет, Новая Зеландия, приезжают сами, привозят своих людей, привозят свои гаубицы, обучают и так далее. Немцы, а у нас ничего не получается, извините, у нас лапки. Ну вот вам, как говорится, разница, да. Дания. Дания, страна тоже маленькая, существенно меньше, чем Германия, но при этом ее вклад в оборону Украины, судя по всему, будет просто огромный. Почему? Потому что на вот этом совещании, на этой конференции, на авиабазе в Рамштайне, датчане объявили о том, что выделят для Украины пусковые системы ракеты «Гарпун». Что это за пусковые системы ракеты? Это специальные противокорабельные ракеты. Гарпуны, вот эти, наверное, это самое лучшее, что есть в противокорабельном ракетостроении в мире на данный момент. Ну, по крайней мере, такая суперклассическая классика, да. Те вот именно ракеты, которые везде стоят на вооружении самых мощных флотов мира для борьбы с кораблями противника. Корабли, извините, ракеты эти летят на 200-300 километров в зависимости от модификации. И с помощью таких ракет, с помощью этих «Гарпунов», Украина может закрыть весь запад Черного моря, акваторию Черного моря от российских кораблей. То есть, сделать запретным запад Черного моря вообще для того, чтобы там появлялись, туда приходили корабли из Российской Федерации. Военные, гражданские, какие угодно корабли, может Украина, по сути дела, свою блокаду организовать вот этой части Черного моря. Это позволило бы, конечно, снять блокаду с порта Одессы и открыть другие порты, находящиеся на Черноморском побережье Украины для экспорта зерна. Сейчас все больше и больше становится ясно, что вопрос снятия блокады с Черноморских портов Украины стал заботить весь мир, все страны мира уже. Поскольку из-за этой блокады в мире раскручивается продуктовая инфляция, то есть, во всех странах мира быстро-быстро дорожает еда. Особенно это плохо сказывается на самых бедных слоях населения, которые в большей степени, чем богачуйки, зависят от цен на еду. Из-за этого начинаются всякие социальные проблемы, причем не только в странах Азии и Африки, но и в Европе, и в Америке. Никому это не надо, это никто не хочет, никто не хочет себе политических проблем, тем более, как я говорил в одной из недавних передач у Джозефа Байдена на носу уже осенью выборы в Конгресс, ему не нужны проблемы с голодающим населением или с населением, которое не может себе позволить купить еду. Нет, поэтому сейчас страны Запада и вообще мировое сообщество понимают, ага, значит, чтобы не допустить гуманитарных катастроф где-нибудь в Африке, в Азии, голода прямо, и чтобы снизить цены в мире, в развитых странах мира на еду, надо просто сделать одну, всем понятную вещь, нужно разблокировать украинские морские порты. Для этого, собственно, и поставляются вот эти группуны. Кстати, Дания, надо отдать ей должное, все страны, обладающие этими ракетами, побоялись предоставить Украине эти ракеты. Просто говорят, нам страшно, нам страшно, что Россия нам как-то отомстит. Дания оказалась смелая, Дания оказалась с яйцами, спасибо Дании большое за это, за чане, молодцы, мы вам не забудем. Так вот, Дания передала эти ракеты и с помощью этих ракет, очевидно, будет обозначено с точки зрения, как бы Украина скажет, вот эта акватория является запретной для входа в нее российских кораблей. Любой российский корабль, который войдет в эту акваторию, будет немедленно нами уничтожен. Об этом может Украина объявить громогласно, и мало того, что объявить, она может еще это и осуществить, реализовать свою угрозу с помощью вот этих датских ракет, точнее, привезенных из Дании ракет. Я так понимаю, что сами эти ракеты либо британские, либо американские. То есть, Украина сначала получит техническую возможность очистить свое море, свою прибережную зону от российских кораблей. Но, а потом, потом, уже после того, как произойдет это вот объявление или эта очистка, я думаю, кстати, российские корабли, поняв, что действительно там стоят горпуны где-то на побережье, около Одессы или около Николая, я уж не знаю, куда их там поставим, да, то российские корабли просто перестанут заходить в эти воды, потому что это будет действительно очень опасно для них. Можно будет утонуть, как утонул крейсер Москва, или даже еще более красочно. Ну, а потом, когда эта местность будет освобождена от российских кораблей, туда смогут зайти уже конвои натовских тральщиков, скорее всего, минных, потому что надо будет убрать расставленные россиянами мины оттуда, морские мины. И в хвосте этих тральщиков смогут идти уже торговые суда, на которые будет загружаться зерно, и зерно это будет отправляться в страны Африки, Азии, туда, где там, значит, люди голодают. Почему это важно для Украины? Это Украине позволят заработать, позволят получить деньги для закупки все тех же горюче-смазочных материалов, для новой пассивной, для уборочной компании, для чего там еще необходим горюче-смазочный материал. То есть вообще это позволит перезапустить украинскую экономику, потому что украинская экономика, как вы понимаете, в состоянии войны чувствуется они далеко не идеально. Поэтому, как я понимаю, сейчас вопрос о деблокаде Одессы и других портов странами Запада в принципе решен. Они хотят это сделать. И сейчас уже начинают принимать реальные практические меры для осуществления задуманного этого плана. Вот, собственно, поставки гарпунов это и есть один из пунктов реализации этого плана. Ну и кроме всего прочего, многие люди скажут, а как же по доктрине Монтрёв в Черное море не могут заходить корабли стран НАТО, поскольку Турция их не пропустит из-за войны и всякое такое. Но на самом-то деле у НАТО есть внутри Черного моря, да, во-первых, эта доктрина не касается тех стран, которые имеют выход к Черному морю. Румыния, Болгария, Турция, все НАТОвские государства, они могут совершенно спокойно отправить свои корабли туда, в Одессу, под конвоем вести вот эти торговые суда, которые будут перевозить зерно или что-нибудь еще. И, кстати, я думаю, что Россия не рискнет нападать даже на болгарские или на румынские НАТОвские суда, которые будут перевозить, охранять корабли с зерном. И еще один такой момент, в конце концов, если совсем будет там какая-то опасность, да, то НАТОвским кораблям всегда из Эгейского моря может помочь НАТОвская военно-морская авиация. Ей лететь из Эгейского моря в Черное, там буквально минут 15-20 никаких проблем для самолетов американской палубной авиации это не составит. Сегодня была еще информация, прошла очень интересная, я не знаю, она пока не подтверждена официально, но я ее видел в нескольких источниках, поэтому, думаю, стоит ее вам сообщить. Литовское правительство планирует запросить НАТО и своих союзников по НАТО, включая Соединенные Штаты, Великобританию, Францию и Турцию, начать военно-морскую операцию для установления украинского контроля над побережьем, прибрежными водами в Черном море. Что позволило бы перезапустить экспорт продовольствия из Украины. Вот такая вот история. То есть, это Литва собирается официально, как я видел уже в нескольких источниках, подать подобное прошение своим союзникам. И я думаю, что в общем, если даже необходимо это оформить официально, что-то подобное, то официально оно оформлено будет. И, кстати, еще одна такая побочная история, вот у этой блокады Одессы, которая, видимо, все-таки становится, слава богу, она становится потихонечку общемировым таким проектом. Проектом, который нужен всему миру, а не только Украине. Так вот, побочная история у этого проекта есть. Змеиный остров, да? Там же сейчас сидят российские войска, которые, я не очень понимаю, как они снабжаются. Потому что российские корабли туда не могут, то есть, препятствием подходить к Змеиному. Наверное, по воздуху их снабжают, потому что ПВО у Украины в данном районе, насколько я понимаю, сейчас нет. Сбили единственный российский вертолет, но и то, когда он находился на земле, помните, с Барактара подбили этот вертолет, ударили по нему. А так, система ПВО полноценной у Украины в этом районе нет. Но, если западные страны прогонят из этой акватории российский флот, и Украина сама вместе с западными странами прогонят оттуда российский флот, то Змеиный окажется, в общем-то, в изоляции. То есть, он окажется сам в блокаде, этот остров. И российский гарнизон там на этом острове, я уже не знаю, чем они там будут делать, потому что им там будет уже не сладко. Никакой помощи извне они получить не смогут. В общем, это может получиться для России какой-то такой аналог, знаете, Азовстали. Со всех сторон закрытый островок, и там будут сидеть войска российские. С гарпунами, с новыми видами оружия, в принципе, Украина запросто может организовать вот такую блокаду Змеиного. Давайте о том, о чем договорились в Рамштайне, по другим видам оружия, я расскажу уже в следующей части. Сейчас у нас будет короткий перерывчик. Продолжаем разговор. Иван Яковин и радио НВ. В первой части я рассказывал об итогах, о первых итогах встречи стран-доноров военной помощи для Украины в Рамштайне, в Германии. И сейчас я хочу несколько слов дополнения сказать к уже сказанному. Авиация очень нужна Украине. Авиация, конечно, ключевое место занимает списки потребностей украинской армии. Но надо признать, что пока страны Запада не хотят давать Украине современные самолеты, современные вертолеты. Если дают, то только что-то советское, либо запчасти к советскому оборудованию. Но, ну, я что хочу сказать. Можно Украине, я думаю, давать не только авиацию, но и замену авиации вот эти самые дроны. Ударные дроны, разведывательные дроны, может быть, дроны-камикадзе и какие-то еще. То есть, в реальности, конечно, хотелось бы там самолеты, не знаю, невидимки какие-нибудь, истребители. Но мы понимаем, сейчас на это Украине рассчитывать пока рано. Поэтому, мне кажется, что было бы разумно просить добиваться от стран Запада предоставления современных ударных, желательно, дронов, с помощью которых можно решать те же задачи, которые решает в обычном мире авиация. То есть, борьба с авиацией противника и борьба с наземными целями. Конечно, дроны для борьбы с авиацией противника использовать не очень удобно. Может, скорее, речь идти о борьбе с вертолетами, в лучшем случае, противниками. Но хотя бы что-то, хотя бы это было бы неплохо. Я думаю, конечно, дроны в странах Запада было бы поставить гораздо проще Украине и без всяких последствий. Тем более, вы знаете, что я тут выяснил с удивлением для себя, что управление американскими тяжелыми ударными дронами Reaper, такие прям почти самолеты, очень хорошие, очень крутые. Так вот, оно базируется на абсолютно тех же принципах, что и управление гораздо более легкими и маленькими турецкими баррактарами. Там чуть ли не та же операционная система или как она там у дронов называется. В общем, переучить украинского оператора Байрактара на управление американским дроном Reaper, это буквально вопрос нескольких часов, даже не дней. То есть, это сделается очень-очень быстро и без всяких сложностей. Если у вас есть умелый, опытный оператор Байрактара, то с управлением американским Reaper он справится безо всяких проблем. В общем, почему это важная тема, почему, мне кажется, об этом надо говорить, потому что все мы надеемся, что рано или поздно, скорее рано, чем поздно, украинская армия перейдет в наступление. Для того, чтобы наступление было успешным и эффективным, поддержка с воздуха является, конечно, абсолютно ключевым фактором. Без нее мало чего получится, если вообще хоть что-то получится. Но авиация, в общем, является залогом успешного быстрого наступления. Сейчас, правда, на Западе две сражаются школы мысли. Главным образом, конечно, в Америке, потому что, когда мы говорим о Западе, всегда подразумеваем Америку. Одна школа мысли говорит примерно вот, что мы не должны расстраивать Владимира Путина, мы не должны его провоцировать на всякие необдуманные действия, потому что, если мы будем это делать, он начнет атомную войну, и для того, чтобы не приманчивалась атомная война, Украина должна пожертвовать, извините, частью своей территории и каким-то образом дать Путину какую-то кость кинуть, что-то ему приятное сделать, чтобы он не сошел с ума и не начал расстреливать весь мир ядерными ракетами. Это значит, это школы мысли придерживаются такие страны, как Франция, Эммануэль Макрон, как Италия, Марио Драги, как значительная часть Германии, немецкого истеблишмента. Я думаю, что у Шольца похожие мысли, наверное, не такие же, прямо, но очень похожи. Ну, а также на неделе мы увидели, что газета New York Times выступила с редакционной колонкой как раз на эту же тему. Многие люди уже откритиковались по этой статье, редакционной New York Times. Мне понравилась, знаете, какая критика, кто-то посоветовал редакционному editorial board, вот этой редакции, которая писала эту колонку, ради интереса хотя бы иногда читать газету New York Times, чтобы узнать, что на самом-то деле у Украины есть все возможности для того, чтобы победить, а усмирение диктатора никогда ничем хорошим не заканчивается. Я, конечно, нахожусь в полной оппозиции вот этому мнению, что Владимира Путина нужно там чем-то как-то умиротворить, что-то ему дать, как-то его успокоить, позволить ему сохранить лицо, прости господи, что там сохранить, уже ничего не осталось, все ботоксное, текло и стекло куда-то в гортане у него уже давно. Так вот, не надо этого делать, потому что чем мне в этом смысле понравилось недавнее высказывание Митта Ромни, бывшего кандидата в президенты США на выборах 2012 года. Так вот, Митта Ромни сказал, что, знаете, если мы будем давать что-то Путину за то, что он сохранит, ну, если мы будем позволять Путину сохранить свое лицо, это будет примерно то же самое, что платить каннибалу, чтобы он нас съел в последнюю очередь. Он все равно съест, но съест просто в конце. До нас он съест еще многих-многих людей. Это неэтично, это неправильно, так быть не должно, поэтому мы, имеется в виду страны Запада, должны просто добиваться военного поражения Российской Федерации и войск Владимира Путина в Украине. Он говорит, да, мы должны сделать так, чтобы Украина победила. Вот это мне позиция нравится, и это, собственно, является второй школой мысли, главенствующей сейчас, к счастью, в Соединенных Штатах и в Западе в целом. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы Украина победила Путина на поле боя. В этом смысле я особо хочу, конечно, отметить роль Великобритании, Бориса Джонсона, который даже когда начинает Джо Байден сомневаться в правильности избранного пути на поддержку Украины, наказание всесторонней военной помощи, Борис Джонсон выскакивает на арену и говорит, а мы дадим Украине 500 тысяч снарядов Бримстоун, которые работают даже лучше, чем Джовелина. Или что-нибудь еще, то есть, благодаря вот этой лидирующей, супер важной роли Великобритании, сейчас поддержка Украины в мире сохраняется, и Украина продолжает получать военную помощь. Собственно, я думаю, что без настолько деятельной поддержки со стороны Великобритании не было бы возможно даже проведение конференции в Рамштайне. Спасибо за это, конечно, британцам большое. Они, знаете, британцы, это такой вот маленький тропунька, который дает подсрачники, если так можно выразиться, большому такому штепселю американцам, и американцы делают то, что нужно. И вот этот вот, они вдвоем идут и друг другу помогают. То есть, один указывает, что делать, а второй делает. И британцы в этом смысле, конечно, их роль, может быть, я ее не вполне прилично описал, но я думаю, адекватно. Молодцы британцы, правильно делают. И, в числе прочего, британцы сейчас продолжают поддерживать в американцах чувство необходимости разрушить новую империю зла. И в этом смысле Джонсон выступает в том же качестве, в котором в свое время выступала Маргарет Тэтчер при Рональде Рейгане. То есть, она является таким эмоциональным и интеллектуальным мотором. А Рейган и в данном случае Байден, они, в общем, в большей степени являются исполнителями, хотя, конечно, тоже много чего придумывают и много чем помогают. Спасибо им за это тоже. Благодаря британцам, благодаря американцам, благодаря тем людям, которые... Ну, скажем, представители этой школы мысли, это, например, Энтони Блинкин, госсекретарь США. То есть, вот он считает, что Украина должна победить на поле боя. Ллойд Остин, министр обороны Соединенных Штатов, тоже считается он прям радикалом в Америке. В Америке многие считают, что он слишком уж какие-то такие ястребиные позиции по российскому вопросу занимает. Но на самом деле, на мой взгляд, и Остин, и Блинкин, они как раз очень даже адекватно оценивают ситуацию. Они понимают, что если сейчас эту проблему не решить, она разрастется, это раковая опухоль, и она погубит весь человеческий организм, то есть всю нашу планету, всю нашу цивилизацию. Собственно, благодаря таким людям сейчас Украина и держится, Украина и получает все то, что ей необходимо для продолжения боевых действий на Востоке. Я очень-очень надеюсь, что с началом реализации программы Ленд-Лиза, которую Байден подписал, причем, знаете, Байден настолько это как бы сделал картинно, 9 мая был подписан закон о Ленд-Лизе, прямо в день, когда Россия отмечает День Победы во Втором мировой войне. Так вот, с началом реализации программы Ленд-Лиза я надеюсь, я уверен, что в Украину пойдут гораздо более существенные виды оружия, чем только те гаубицы и те снаряды, где дживелины, те стингеры, которые Украина получает сейчас. Я надеюсь, что все-таки, ну, например, все те же самолеты начнут Украина получать, потому что без авиации, как я сказал, невозможно приводить наступательную операцию большого масштаба, войска просто уязвимо слишком на земле становятся. Я, кстати, знаете, я думаю, что украинским пилотам уже, наверное, где-то можно начинать учиться управлению самолетами F-16, F-15. В конце концов, я думаю, есть даже какие-то частные школы, где обучают летать на этих самолетах. Конечно, применение оружия в частных школах не обучают, но, в принципе, это дело практики. Я думаю, летчики, самое главное, должны уметь управлять самолетом, уметь на нем летать, а оружие это уже потом. Тем более, что, знаете, у американцев есть такие ракеты воздушного базирования, то есть, ракеты воздух-воздух, позволяющие поражать военные цели, воздушные цели на расстоянии, там, чуть ли не в 200 километров. То есть, самолет может летать, там, где-нибудь над Киевом, да, поражать цель уже где-то глубоко за границей в Белоруссии. То есть, вот такого плана есть ракеты у американцев. То есть, если бы Украина получила даже не только самолеты, но и ракеты вот такого характера, да, то, может быть, и не надо было поставлять прям какие-то суперкрутые самолеты-невидимки, можно было бы обойтись обычными. Но, в любом случае, я думаю, все-таки украинским пилотам пора уже готовиться учиться летать на американских самолетах. Байден в последнее время демонстрирует, что готов все более активно поддерживать Украину. Надеемся в этом смысле на него. Я думаю, до самолетов дело скоро все-таки дойдет. В США сейчас сложилась довольно широкая коалиция за Украину. Там только сторонники Дональда Трампа в Конгрессе голосуют против выделения Украине денег, вот этих 40 миллиардов долларов, или против Ленд-Лиза они же голосовали. К моему удивлению, кстати, до сих пор находятся люди, которые говорят, что это ничего не значит, и что Трамп на самом-то деле за Украину, вот они считают, после того, как люди Трампа голосуют против Ленд-Лиза. Знаете, хотя для меня это удивительно, потому что сторонники Трампа сейчас в США голосуют примерно так же, как сторонники Марин Лепен во Франции, или сторонники Альтернатива для Германии в Германии. То есть эти люди, в общем, поддерживают Владимира Путина. Это обычные такие путинские шестерки. Все сторонники Трампа сейчас так или иначе работают на Путина. Просто кто-то сознательно, а кто-то по глупости, не понимая того, что он делает. В 2019 году, я очень хорошо помню эту историю, когда Дональд Трамп, будучи президентом, спас Владимира Путина от санкций из ада, так называемых, которые уже были на грани принятия в Сенате США. По требованию Трампа, тогдашнее республиканское большинство отказалось, отозвало законопроект о введении санкций из ада против России. Если бы тогда эти санкции были приняты, то никакой войны не было бы вообще, я думаю. Тогда бы Россия разгребала бы последствия этих санкций долго и нудно, ей бы не до войны было. Но Трамп спас Путина от этих санкций, таким образом он фактически помог Путину организовать сейчас нападение на Украину. Кто-то говорит, что Джовелины дал Трамп, но на самом деле Джовелины дал не Трамп, дал Конгресс. И Северный поток-2, опять же, был убит окончательно не при Трампе, а при Байдене. Поэтому, надо сказать, правда, отметить, что многие сторонники Трампа одновременно, они искренне поддерживают Украину. Но просто эти люди страшно дезориентированы и не видят, что их кумир постоянно пляшет под дудку Владимира Путина. Достаточно вспомнить, кстати, историю, знаете, кого? Этого Олега Смоленкова был у ЦРУ супер-шпион, помощник Юрия Ушакова. Юрий Ушаков это советник Путина по национальной безопасности фактически, это такой аналог, да? То есть, этот Смоленков облагдал доступом в кабинет к Владимиру Путину. Смоленков мог смотреть, какие документы по внешней политике лежат на столе у Путина. То есть, это был супер-убер-ультра-мега-крутой шпион у американцев. И Трамп его сдал. Трамп сдал Владимиру Путину, сказал, что у тебя там в Кремле работает наш человек, я не знаю где, который мне поставляет документы прямо с твоего стола. В России начался на эту тему, конечно, страшный кипиш, начали искать этого агента. И ЦРУ, не говоря Трампу, как зовут этого агента, оно сначала ЦРУ вывезло Смоленкова в Черногорию, из Черногории в Америку. И только потом ЦРУшники сказали Трампу, как звали этого человека. И Трамп рассказал Путину. В общем, таким образом Америка лишилась, может быть, самого ценного своего агента в Кремле. По милости Дональда Трампа. Вот вам, кто на самом деле, за кого Трамп выступает. Поэтому, когда я слышу, что Трамп на самом деле сторонник Украины, я просто смеяться хочу. Ребята, сторонники Украины такого не делают. И сторонники Украины не спасают Путина от адских санкций. Сторонники Украины не голосуют против ленд-лиза и против выделения Украине 40 миллиардов долларов. Это бред, то, что делают сейчас сторонники Путина. Это сторонники Трампа, реальность. Сейчас они поддерживают Россию, поддерживают Владимира Путина. Ну и давайте плавно перейдем к американской политике. На Дальнем Востоке уже Байден, к которому, кстати, у меня к Байдену миллион миллиардов претензий. Иногда он себя ведет отвратительно. Но иногда он делает все правильно. Вот сейчас он сделал, на мой взгляд, очень-очень важное заявление. Он сказал, что Соединенные Штаты вступятся за Тайвань в случае военного вторжения на этот остров со стороны материкового Китая. Это заявление он сделал, по-моему, в Японии Байден, куда он прибыл в ходе своего многодневного турне по странам Азии. Ну, что это за заявление? Что оно означает? Это заявление означает, что, знаете, если бы Байден сказал, что США вступят в войну на стороне Украины, если Россия нападет на Украину. Но он этого не сказал в свое время, поэтому Россия напала на Украину и теперь идет война. В случае с Тайванем, я так понял, Байден решил не рисковать и объявил, что да, мы заступимся за Тайвань в том случае, если материковый Китай попытается установить контроль над этой отколовшейся своей провинцией, которая фактически является независимым государством, таким под неформальным протекторатом США. До этого, до вот этого заявления, американцы придерживались, это называлось у них политико-стратегической неопределенности. То есть, на вопрос, будете ли вы военные силы защищать Тайвань, американцы говорили, не знаем, посмотрим. Может быть, да, может быть, нет. И это было как один из методов сдерживания Китая, но при этом, как бы, этот метод использовался для того, чтобы, с одной стороны, не раздражать китайцев заявлением, что да, мы будем поддерживать Тайвань, а с другой стороны, дать понять китайцам, что так просто у них захватить Тайвань не получится. Американцы сейчас официально заявляют, Китай, конечно, один, мы придерживаемся политики одного Китая, то есть, Тайвань тоже является частью Китая с точки зрения США, но силой объединять в одну страну, под одну администрацию Китай нельзя. Если будет такая попытка объединить силы, то мы вмешаемся и мы помешаем реализации такой попытки. Китайцам долгое время, на самом деле, было наплевать на политику стратегической определенности или неопределенности американцев. Они совершенно открыто, очевидно, готовились к военной операции по восстановлению, как они говорят, своего контроля над мятежным островом. Китайцы уже лет так 10, наверное, строят огромный военно-морской флот, огромный военно-воздушный флот, причем самолеты-невидимки они в больших количествах строят, причем самолеты-невидимки у китайцев крупнее, чем все остальные, чем, скажем, аналоги российские или американские. Знаете почему? Потому что там большие, очень баки топливные. Китайцы создают такие самолеты большие специально для того, чтобы летать на долгие расстояния над Тихим океаном, далеко летать и наносить удары далеко в глубине Тихого океана. У китайцев, в общем, задача, вся их военная промышленность сейчас заточена под реализацию одной цели, борьбу с Америкой за Тайвань. То есть китайцы готовятся воевать с американским флотом над Тихим океаном за Тайвань. Баллистические ракеты в диких, ну такие аналоги Искандеров, и крылатые ракеты аналоги калибров китайцев строили в безумных количествах. Все это они намеревались применить для восстановления своего контроля над Тайванем. И американцы говорили, американские генералы, адмиралы, что где-то к 27-28 году Китай решится на проведение военной операции. Ну, вообще говоря, для Китая это неизбежность. Почему? Потому что, знаете, вот как для Путина главной целью всего его президентского правления всегда было восстановление империи, захват Украины и собирание по кускам Советского Союза, распавшегося в 91-м году. То точно так же для нынешнего китайского императора Си Цзиньпиня главной задачей и главной целью его управления является воссоединение Китая и возвращение контроля над Тайванем, над в прошлом Тибетом, Синьцзянем и Гонконгом. И вот последнее, как они говорят китайцы, вот что наша миссия по объединению Китая, ревоссоединению Китая будет завершена в тот момент, когда китайский флаг будет реть над Тайвань. То есть Тайвань самая главная, самая основная цель. Си Цзиньпинь сейчас очень, конечно, в этой связи внимательно-внимательнейшим образом следил за тем, как началась и продолжалась российская война против Украины. Потому что китайцы очень так ревностно смотрят, все ли получается, что не получается и почему не получается у россиян. А также китайцы очень внимательно смотрят за тем, как Запад реагирует на вот эту всю войну. Почему? Потому что китайцы, в общем, намереваются тот же фокус прикрутить через некоторое время. И сейчас совершенно очевидно, что товарищу Си страшно не нравится то, что он видит в Украине. Потому что санкции, которые ввел Запад против России, они гораздо сильнее того, на что надеялись, и то, чего ожидали китайцы и россияне. Военные поставки гораздо... И вообще солидарность, помощь Украине со стороны второго Запада, конечно, тоже превышает все то, на что надеялся Китай, на что надеялась Россия. Плюс еще стало ясно, в общем, достаточно очевидно, что армия свободных людей, воюющих за свою страну, намного круче и сильнее, чем армия рабов, которых бросили на захват чужой территории. Поэтому, в общем, всем плюс-минус стало очевидно, что если у России ничего не получилось с Украиной, захват Украины не получился, то у Китая, скорее всего, захват Тайваня не получится. Плюс к этому, американцы сейчас на полном серьезе в Украине отрабатывают, как мне кажется, морские сражения. Потому что вот «Гарпун», вот эти ракеты дальнобойные, противокорабельные, я думаю, не случайно попал в список вооружения. Я уверен, что применять этот «Гарпун», если дело дойдет до его применения, украинцы будут при участии или под наблюдением, или с помощью американских офицеров, а может быть даже офицеров тайваньских. Поскольку российский флот очень похож на китайский, только гораздо хуже и менее многочисленный, в техническом оснащении хуже. А так-то принципы построения флота, управления флотом у России и Китая во многом похожи, потому что китайский флот срисовывался с советского, да и российский, естественно, является продолжением советского. То есть сейчас Запад, как бы Байден, готовятся уже к будущей войне, к войне, которая вполне запросто может развязать Китай за Тайвань. Кроме того, сейчас очень интересно, как будут происходить натовские конвои вот эти с зерном из Одессы. И США посмотрят, как Российская Федерация будет реагировать на эти конвои. Скорее всего, примерно так же на них, на подобного рода конвои, будет реагировать в свое время и Китай. В общем, Байден сейчас готовит себя, свою страну, уже для будущего противостояния, для противостояния с Китаем, которое, очевидно, решит судьбу того, кто будет, какая из стран будет главной в 21 веке, какая из стран будет определять вектор развития всего человечества в 21 веке. И Байден дал понять, что Тайвань будет защищен в любом. И войсками защищен, и оружием защищен, и всем, чем нужно защищение, санкциями, и все, что понадобится. Правда, слова Байдена, представители Белого дома официально сказали, мы неправильно истолковали. На самом деле, он имел в виду, что мы дадим тайванцам оружие, но наши войска туда отправлять не будем. Но, в общем, все все равно все поняли. Всем ясно, что Байден имел в виду, мы будем защищать Тайвань любыми возможными для нас средствами, в том числе, если понадобятся и войска отправлены. Это очень-очень важно для Китая. После фиаско-российской армии в Украине, это очень такой зловещий сигнал. Китай понимает, что если даже начнет вот эту вот заворуху против Тайваня, попытку восстановить управление континентального Китая на Тайване, то закончится это для Китая, скорее всего, очень плохо, очень печально. И это при том, что Пекин собирался до конца десятилетия текущего вернуть себе контроль над мятежным островом. Си был уверен, что сделает это, не важно как, сделает. Первый флот, армия флот были готовы, второй авианосец достроен. Каждые, по-моему, 16 месяцев в Китае изготавливается новая подводная лодка атомная. То есть, у них все силы были для этого. Но, как выясняется, силы, только сил недостаточно, нужно что-то еще. Ну, а почему именно Тайвань настолько важна? Потому что без контроля над Тайванем у Китая не будет выхода в мировой океан из прибрежных морей. Потому что Тайвань как бы запирает китайский флот в прибрежных морях. Открытое море выход есть, но вот дальше уже в океан нет. Там несколько цепей островов, контролируемых сейчас американцами, не дают китайскому флоту выйти в Тихий океан. Вот уже сам океан, не в море, а именно в океан. И без контроля над Тайванем у Китая еще не будет одной важной вещи. Не будет компания TSMC. TSMC, если кто не знает, это самая главная в мире компания по производству микропроцессоров. Самая продвинутая, самая крутая, самая замечательная. И самые современные процессоры, все самые лучшие процессоры делаются вот именно тайваньцами на TSMC. И для, кто контролирует эту компанию, тот контролирует будущее всей мировой электроники. Сейчас, по сути дела, американцы контролируют. Ну, конечно, там Тайвань главный, но в общем в союзе с американцами. Китайцы, конечно, хотели бы себе эту компанию забрать. Ну и самое неприятное для Китая то, что Байден сейчас активно и максимально старательно укрепляет союзы США в Азии. С Японией. В Японии Байден призвал развивать свои вооруженные силы и вообще и ракеты в частности. С Южной Кореи, с Австралии. Австралия получит от американцев атомные подводные лодки. С Вьетнамом. Американцы помогают Вьетнаму отстаивать свой суверенитет на островах в Южно-Китайском море. За эти острова вьетнамцы сражаются как раз с китайцами. Ну, пока они не сражаются, пока они толкаются, бодаются, но может дело дойти и до войны там тоже. Филиппинам американцы помогают выстраивать все лучше и лучше отношения. И еще одно очень важное приобретение дипломатической США, может быть самое важное, это Индия. Американцы сейчас прямо просят Индию отказаться от сотрудничества с Российской Федерацией в оборонной и экономической сферах. Байден открытым текстом сейчас просит на рендер-моде премьер-министра Индии, слушай, давай завязывай с россиянами делать шашни, всякие вот эти дела, не надо тебе это, давай лучше с нами будешь сотрудничать. Это для моди это сложно сделать, потому что с Индией у России очень исторически очень крепкие связи, огромное количество вооружения Индия своего получила из Советского Союза, из Российской Федерации, поэтому зависит техническое отслуживание этого оружия от поставок из России. Если бы Индия просто разорвала все свои связи с Россией, то огромная часть этого оружия была бы, ну, просто пришла бы в негодность через некоторое время. Но, кстати, они вместе там, индийцы и россияне, делали Брамос, крылатые ракеты, пытались делать, точнее, самолеты пятого поколения, много чего еще. Но сейчас американцы говорят, бросайте, отказывайтесь, вам это не надо, мы вам дадим гораздо все более новое, более качественное, более современное. И я думаю, индийцы будут потихонечку отказываться в пользу американского оружия от оружия российского. Самое главное то, что США обещают помочь Индии сейчас справиться с растущими угрозами со стороны Китая, потому что Китай для Индии это главная, самая непосредственная угроза. Есть такой регион Ладак на границе между Китаем и Индией, это высокогорный район, где берут свое начало многие реки азиатские. И вот в зависимости от того, кто будет контролировать Ладак, эту крышу, скажем так, Азии, да, зависит будет, в какую сторону потекут эти реки с этих ледников, либо они потекут в сторону Индии, либо в сторону Китая, а и тем и другим, население больше миллиарда, надо поить, надо кормить людей, поэтому куда эти реки потекут, это вопрос неправда, это вопрос очень серьезный, вопрос контроля над всей Азией. И американцы могут помочь индийцам захватить этот Ладак, точнее не захватить, сохранить за собой, потому что он и так находится под индийским контролем, но китайцы откусывают год за годом по кусочку от этого Ладакха в Индии. И, собственно, Россия защитить Ладакх Индии не поможет, а вот американцы могут помочь. И индийцы это понимали, поэтому, я думаю, индийцы сейчас будут все активнее склоняться в сторону, вскоре. Но США, Сиким, тоже очень важный регион, к востоку, тоже на границе между Азией и, извините, Китаем и Индией, там тоже идет постоянная борьба между двумя этими странами за контролем на территории, и тоже там американцы могли бы помочь Индии, Россия там, конечно, Индии не поможет. Кроме того, Россия дружит с Китаем и все более активно начинает дружить с Пакистаном, а Китай и Пакистан это же такие прям самые злые враги Индии. США же готовы помочь Индии, их интересы во многом, почти во всем совпадают, геополитические, геостратегические, и потому что, вообще говоря, постепенно мир делится на два таких лагеря, авторитарные, демократические, и американцы хотели бы, конечно, взять Индию в свой лагерь, демократические, как будто у них это получается. Сейчас, знаете, если Индия сейчас откажется от экономического сотрудничества с Российской Федерацией, для Украины это будет очень-очень большая победа, потому что Индия сейчас покупает огромную долю российской нефти. Со скидками, но все равно покупает. Если Россия лишится этого рынка экспорта нефти, для России это будет очень серьезным ударом, сопоставимым по значению с отказом половины Европы от приобретения нефти. Еще, что важно, в Индии в этом году случилась страшенная жара, там будет неурожай, там может быть голод, и Украина, кстати, могла бы помочь Индии в решении этой проблемы, если бы Индия помогла Украине разблокировать порт Одессы. То есть тут тоже интересы Индии и Украины совпадают, я думаю, надо об этом думать, в этом смысле как-то работать. Вообще говоря, на мой взгляд, азиатская история, азиатская повестка дня в ближайшее время может стать гораздо более важной, чем нам кажется на данный момент. Вот, те же закупки нефти и газа, это очень-очень-очень серьезная история. Если удастся американцам переубедить Индию отказаться от российской нефти, то для, или покупать эту нефть по супернизким ценам, то тогда для России начнутся действительно очень серьезные времена, особенно если это произойдет одновременно с отказом Европы от покупки российской нефти и газа, а в этом направлении сейчас все движется. Вы знаете, эмбарго европейское на закупку нефти и газа из России приведет к абсолютно катастрофическим последствиям для российской экономики, причем быстрому падению российской экономики. Сейчас Россия получает какие-то немыслимые горы долларов и евро и не очень их тратит, потому что импорта в Россию нет. В Россию сейчас никто ничего продавать не хочет. Но если поток долларов прекратится, то тут же произойдет обвал российского рубля и обвал вообще всей российской экономики. Сейчас американцы активно думают над тем, как лишить Россию возможности оплачивать, точнее проводить операции в долларах и в том числе платить по своим собственным долгам. Надеюсь, что американцы ведут сейчас в порядке, так сказать, этой политики о санкции против российских банков, через которые идут платежи за нефть и газ, например, против Газпромбанка. Настрой американцев в этом смысле вроде бы серьезный. Они как будто в ближайшие дни собираются принять несколько соответствующих решений. Я очень надеюсь. Интересная история, кстати, с российскими долгами будет. Случится ли после американских санкций дефолт в России? Насколько я понимаю экспертов, то в общем, да, дефолт, правда, искусственно организованный американцами, но в любом случае в России очень даже может случиться. Как бы то ни было, экономика российская сейчас на дно идет. Там все очень-очень плохо, очень печально. Улучшения не планируется и не будет, скорее всего. Вопрос в том, быстро или медленно произойдет крах. И вот на этом фоне начинаются очень серьезные проблемы в Кремле, потому что «Медуза» очень интересную статью выпустила. Там сказано, что с началом войны в Кремле царили пессимизм и растерянность. Потом начался осторожный оптимизм и патриотизм, взлет патриотизма. А вот сейчас начался просто пессимизм и непонимание того, чего ждать от будущего. Важно вот, что все уже сейчас поняли в Кремле, в российской элите, что Путин сам не знает, что будет дальше. Все убедились, что он даже примерно не представлял, какими будут последствия начала вот этой войны против Украины. Что делать в этой ситуации, Путин не понимает. Его люди не видят возможности выйти из этой войны без потери рейтинга для него. Соответственно, война будет на данный момент продолжена. И в Кремле это вызывает очень большое уныние. Цитата. «Довольных Путиным, наверное, нет. Почти нет. Бизнес и многие члены правительства недовольны тем, что президент начал войну, не подумав о масштабах санкций. С такими санкциями жить нормально нельзя. Ястребов же не устраивает темпы спецоперации. Они думают, что можно действовать решительнее». Конец цитаты. То есть, партия мира в российском руководстве понимает, что Российская Федерация летит в пропасть. По их мнению, к середине лета в России начнется настоящий кризис. Там безработица, нехватка лекарств, самых простых материалов, товаров и так далее. Сейчас проедаются просто тупо запасы ранее сделанные. В конце лета начнет рушиться уже транспорт, выходить из строя. Медицина, промышленность, даже сельское хозяйство. Без западных комплектующих начнет разваливаться и рушиться вообще все, что есть в Российской Федерации. Вот уже, например, совершенно точно понятно, что начинается каннибализация самолетов. То есть, старый самолет, одни самолеты разбирают на запчасти для того, чтобы другие могли продолжать летать. Партия, вот эта российская, путинская, мира хочет переговоров. Точнее, путинской ее не назовешь. Просто партия в российском руководстве хочет переговоров. Они очень боятся отказа Европейского Союза и, возможно, Индии от нефти и газа российского. Поскольку в этом случае в России начнется самый настоящий адский ад экономический. Буквально вся экономика просто будет уничтожена. Армагеддон начнется. Но Путин не может пойти на переговоры, поскольку это было бы для него поражением, потерей имиджа, рейтинга и так далее. Не вариант. Но партия войны требует, в свою очередь, скорейшей мобилизации российского населения, отправки на войну миллиона людей, взятие Киева. Но мобилизация, это вызывает категорическое сопротивление со стороны российского населения. Люди не хотят. Огромный риск волнений из-за этого возникает. Путин этого боится. В результате он ничего не делает. Война продолжается. Путин просто надеется, что со временем Украина сдастся. В результате в окружении Путина недовольны абсолютно все. И голуби, и ястреби. Все недовольны. Все хотят что-то делать. Все думают, как от него избавиться. Никто не понимает, как. Единственное, что в этой статье в Медузе сказано, все понимают, что что-то изменится, когда у Путина серьезным образом ухудшится состояние здоровья. И, как я понял из контекста этой статьи, вполне вероятно, что это случится довольно скоро. На этой оптимистической ноте у меня сегодня все. Подписывайтесь на канал. Это Радио НВ. Меня зовут Иван Яковина. Добрей будет с вами Силы. И пока-пока. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут. Продолжение следует.